так итак всем привет добро пожаловать на тест-драйв сегодня мы ездим на автомобиле mitsubishi pajero sport так это у нас одна из самых стартовых комплектация да самая стартовая то есть это вот самая минимальная там да то есть которую можно ну руль видно что из пластмасса на то есть а так мощность на 178 объем 2 2 то есть такой же как на 200 но мощнее так у нас оборота сейчас еще 1100 на можно ехать или пока нет у нас механическая коробка механическая коробка супер select да то есть в принципе настоящий набор настоящего внедорожника что еще нужно мощный дизель механика и супер селик у нас пока не прогрелся он шумноватый все-таки дизель но мы высоко сидим мы сидим даже мне кажется выше чем в pajero мне кажется повыше да по конструкции в принципе такой же l200 так пора надо включить на той же платформе автомобиль создан не ну реально высоко сидим у нас очень удобный рычаг к руке сейчас едем на холостых газ даже не нажимаю и чувствуется такая тракторная тяга то есть на низах но все-таки дизель так у нас значит что здесь в минимальной комплектации есть мы начнем если брать внешний вид подножки подножки уже в базе до релинги на крышу туманки туманки то есть тоже уже заводские все уже есть какие-нибудь 16 так сколько она сейчас вот прямо стоит со всеми 90 9 миллион 299 в принципе цена паркетника такого до полноприлодного то есть у нас там mazda cx-7 получается потом чего у нас там tiguan плен до аутлендер но это же конкурентная получается машина то есть по теории он должен потребителей аутлендера у вас убивать но на первую передачу мы плетемся она такая у нас первая короткая передача все-таки то есть она для трогания в горку где так думаю очень удобная механика то есть четкие ходы очень удобно с рулем и хорошая обзорность то есть именно машина сама такая немножко узковатая но у нас вот боковые зеркала просто огромные данные и мы видим капот целиком то есть габариты мы чувствуем тут такие у нас вы штамповки есть спереди мою машину чувствую целиком но 2 передача принципе трогается очень легко сейчас есть немного небольшая вибрация на рычаге от дизеля но я думаю что когда прогреется у нас в принципе вопрос будет решен и подогрев так а по салону у нас кондиционер для кондиционер рунный электропакет то есть зеркала стеклоподъемники рада в чем плюс блокируем и задний дифференциал достижения на самой минимальной комплектации а он сам самоблокирующий силен то есть мы сами можем на нем просто долго есть не на автомобиль на автомобиль конечно высокий очень высокий вот поражает высота посадки по материалам все так просто да то есть не сказать что здесь прям все было шикарно у нас пластик такой рельефный везде но обзорность как капитанском вот такой эффект такой капитанской посадки все все мы даже выше чем на x5 так у нас дизель чуть-чуть прогрелся и автомобиль уже вибрации чувствуется меньше на рычаге вот именно переключение но тяговитый дизель то есть с 1000 оборотов 40 километров в час я нажимаю уверенно очень раздоняет какой средний расход примерно вот здесь на данном месте 12 с половиной с прогревами неудобно потому что машина не обкатана первые две хотел я отметить передачи короткие а остальные то есть вас не заставит особо работать рычагом потому что они длинные и за счет того что дизель очень тяговит то есть можно по городу там в принципе в таком легком трафике можно ездить например на четвертой передаче или на третьей спокойно то есть двигатель тяговитый конечно чувствуется по такому вот моменту в принципе такой же как и на l200 зарекомендовавшаяся надежная конструкция у нас рама рама тоже естественно свои небольшие повадки в автомобиле поведение она все таки будет давать не получится добиться такой управляемости как не на рамных автомобилей с несущим кузовом но рама это безопасность да то есть в любом случае при столкновении вот если вы как-то вот ради интереса посмотрите авария рамные внедорожники все таки сложно при боковых при даже при передних сложно раму просто согнуть если мы например говорим о с несущим кузовом все таки безопасность не та и все таки всегда при столкновении меньше повреждения получает автомобиль с большей массой и поэтому вот почему мне нравится рама все таки вот ощущение безопасности я думаю что безопасность это один из самых ну важных показателей в автомобиле помимо всего остального именно то что рама все таки вот несмотря на то что и снимают с производства то есть делают как бы вот такое вот на туареге например пишут что там интегрированная рама но это не интегрированная рама это просто усиленные лонжероны нельзя сказать что это рама вот потому что там центр тяжести будет усвоен а все таки вот настоящие рамные внедорожники ну получается в принципе что да они практически не управляют валки в любом случае они тяжелые из-за этого у нас расход управляемость но с точки зрения безопасности все таки рама она все таки решает потому что это такой кусок железа который может сохранить вам жизнь сколько раз видел там грузаки которые там на полном ходу врезались в столб там в шерурлетах они просто сносят эти столбы то есть деформация автомобиля не дальше в рамах происходит в основном вот или например вот вы едете и там вот камаз там у вас въезжает да то есть он никогда вас не подогнет то есть рама всегда вылетит из-под удара и вы вылетите сколько раз видел аварий а если вы едете на легковушке там просто умнется кузов и вот целиком ухват поэтому вот с точки зрения безопасности рама мне очень нравится и в принципе дополнительная жесткость кузова на бездорожье никогда не мешала даже сейчас в принципе да под жиром что-то слышал что неравный будет да следующий спорт да, его хотят сделать неравный но это будет только через 2-3 ну вот единственное небезопасный автомобиль рамный это у вас вот у вас он слетает с рамы представляете как можно сделать машину чтоб приударился кузов слетался рамой вот это конечно небезопасно это только в России могли такое сделать чуть ли мы тут сократили путь значит доехали мы доехали мы до трассы сейчас попробуем как автомобиль у нас ведет себя на трассе оооооооо очень хорошо едет смотри подхват прям чувствуется турбину затылает смотри 100 ну больше 100 мм разгоняться но очень-очень бодро ИЛ-200 не так, но ИЛ-200 конечно такой мощный, но он очень бодрый Вот вроде тоже равный внедорожник Даже тот УАЗ Патриот, ну все классно, большой Но вот мы едем по трассе, но у нас здесь, блин, человеческое рулевое управление У нас нормальная коробка втыкается Я люблю УАЗа, да, честно Но, конечно, эта машина дорожная по-разному Но неужели нельзя вот сделать, чтобы она так же нормально по трассе рулевая Да, то есть не более второго руля А ну, видите, как четко машина едет Какое ускорение Ну, мощность здесь 170 лошадей Ну, как она тянет? Она тащит Дащит просто, смотрите Дикость Это я считаю, да, на полном приводе еду Ну, здесь, в отличие от других трансмиссий У нас, в принципе, Суперсерек позволяет Вот таких 100 спокойно, то есть на полном И управляемость у нас не пострадает Так как у нас дифференциал Существует Тормоза, в принципе, тоже Система стабилизации Вот сейчас мы оттормозили Система стабилизации, то есть АБС Она не вмешивалась То есть никак Все-таки у УАЗа вот не хватает вот этого Какого-то вот, я не знаю Что-то доделать в мелочах Вроде бы вот все Большой Ну, вот я вот как раз недавно ездил на Патриоте Ну, вот просто вот Ну, как-то вот даже вот тот же рычаг Ну, вот просто рука удобно вот с подлокотника Дотягивается до элементарно как бы до ручки КПП Ну, просто удобно ехать Удобный обзор, да, то есть И именно даже автомобиль не такой большой, но Вот едем Классическая русская дорога Проселочная Не, мне автомобиль нравится У нас, несмотря на то, что сейчас мы едем на ней Таких мелких Все-таки вибрация передается Потому что все-таки рамная конструкция Такая мелкая дрожь дороги Все-таки мы сейчас едем, она передается Но ощущение вот такого безопасности Пофигизма крупным ямам возникает Понимаете? Потому что настолько вот эта упругая конструкция Она нам не просто какую-то вот внушает Какую-то вот такую уверенность, что ли В каком-то вот Но все-таки вот, например Вот сейчас вот у нас внедорожник, да У нас поле, да И вот ехать сейчас в самую задницу Ну, реально не хочется Потому что вот едем сейчас Смотри-ка, едет Потому что все-таки в самую жопу залезать не хочется Автомобиль Автомобиль у нас Потому что мы одни Все-таки ездить надо на бездорожье Вдвоем, втроем, чтобы мог кто-то вылезти Потому что на 100% дорогу невозможно знать Но сейчас из такого среднего бездорожья Мы выехали Дизель на первой передаче тянет шикарно Не, хороший автомобиль Отличная обзорность Прямо мы все видим Даже без пониженной передачи Без блокировки Как бы машина роет очень хорошо И автомобиль вот мы вроде едем По такому бездорожью Не напрягает Мы не трыгаем вот постоянно Вот рычагом там, да У нас нет вибрации какой-то Просто спокойно газ Едем, наблюдаем Хорошая обозримость То есть мы не дергаемся все Да, там понижайку там Вторую подоткнуть Моментный очень двигатель Хорошо подобранный Вот передаточные числые коробки В принципе 2000 оборотов Да, даже никакой пониженной В принципе не нужно Автомобиль просто замечательно роет Надо развернуться Руль у нас не закидывает Да, то есть мы не ловим машину Усилий минимум Даже вот девушка на этом автомобиле Может себя чувствовать Там настоящая покорительница бездорожья В принципе, да Потому что здесь Сложного ничего нет Любой человек Пересевшись там С обычного фокуса Будет чувствовать себя прям Таким чуваком крутым Да, то есть Который может управлять Внедорожником А если он сядет На тот же самый УАЗ Например Будет сложно Могу сразу сказать Будет сложно Так, вот у нас Сейчас в обычном В обычном режим Но, конечно, хорошо Запас есть у автомобиля Запас есть, не вопрос Поставка Внешне это Pajero Sport Всем понятно У нас такие фамильные черты Вот этот треугольный алмаз Или там три алмаза Особо здесь Видно, что автомобиль очень высокий Минимальный свес Вот смотрите Минимальный свес Очень простая конструкция По атмосферам Огромный должен Подпросвет В принципе Выглядит автомобиль неплохо Красиво даже Так, давайте По салону, в принципе, здесь тоже Все так По-простому Обивка Все, в принципе Такое Недорогое, но хорошо подогнано Видите, упираюсь Все подогнано, хорошо Ничего не скрипит Тут чуть-чуть побрекивает, конечно, вот эта вещь Дверь закрывается тоже, в принципе Ну, ручки А ручки, они все черные, да, там? Вот Это минимум А так все в цвет кузова, да? Багажник Багажник Багажник, кстати, большой Подожди, а тут нет третьего ряда сидений? Его убрали Ну вот как будто, да, тут третий ряд Вот по теории вот здесь должен быть третий ряд, да Но за счет отсутствия третьего ряда он очень огромным получился Круто В принципе, вот Паджеро спорт И вот Паджеро четвертый Это визуально, да? В принципе, разница в размерах Чуть Чуть Блин, такой, по-моему Визуально все-таки Шире вот этот вот Но он ненамного в размерах уступает По высоте чуть выше все-таки, да? Чуть повыше Паджерик Обычный Ну вот так разница Особо в размерах не видно Даже это как-то более задранное кажется Конечно, тоже подножки Ну вот, кстати, вот здесь Рама такая интегрированная Здесь вроде вот агрегаты Есть что повреждать Все снизу висит А в спорте В спорте он все над рамой Висит Тут она, в принципе, разница есть Так Итак, салон Значит, садимся Здесь у нас 4 электросветилка подъемника Значит, регулировка зеркал Блокировка заднего А, то есть, блокировка дифференциала Панель прибора, в принципе Что здесь? Такая как N200, по-моему Руль Ну, видите, очень просто В принципе, он такой шершавый В минималке, да? Но я думаю, может, есть опция, которая Позволяет нам обтянуть кожей Все-таки Или можно в каком-нибудь отелье его, кстати, Обтянуть Это стоит там 2-3 тысячи рублей Так В принципе, здесь все просто По-спартански, да? Панель такая N200, по-моему, визуальная Так, значит Здесь у нас меню бортового компьютера Управляем мы здесь обдуме Да, то есть, в принципе Все как на десятке здесь, да? Все так просто Магнитола штатная Обычная, элементарная Снизу подогрев сидений Прикуриватель Такой ящичек небольшой Механика, в принципе, мне понравилась Такие ходы Четкие очень У нас управление раздаткой Значит, ручник Подлокотник Двойной Так Что еще? Ну, 4 стеклоподъемника, естественно Подогрев зеркал Регулировка зеркал Багажник Так Все по-простому Пластик, естественно, элементарный Да, пластик, конечно, дешевый везде Но за миллион двести За равный внедорожник Мне кажется, это подарок просто Так Сзади у нас, в принципе Ну, места здесь немного В этом автомобиле Надо признаться Потому что все-таки узковат Вот Сажусь сам за собой Но Метр девяносто Мой рост Метр девяносто Два, кстати Недавно мерился Упираюсь в потолок Головой Здесь места маловато Сзади Несмотря на Здесь у нас Также, кстати Подлокотник есть О! Неплохо так Придумано Подстаканники Но здесь не очень комфортно Будет высоким людям Два человека здесь Три, конечно, поместятся Но с натяжкой Здесь, значит, у нас Стеклоподъемники Тоже расположены Воздух, наверное, у нас Снизу идет Так Багажник Багажник большой Вот это то, что нужно отметить Багажник очень большой Потому что Очень много места Как я уже ранее говорил Как бы Третий ряд сидений Должен стоять У нас Снизу Запас Как положено Да Сзади у нас Естественно Мост Так Блин, а как Который? Нет, отдельно Немножко закидал, да? Да Подкрыльников, потому что Нет, что в грязи Или что? Не знаю Это джедай На вентилятор попала грязь Скорее Да сейчас Откуда грязь сейчас Все за это Итак Автомобиль понравился Мне кажется Одно из самых лучших Предложений в классе По Рама Полный привод Вот честно Машина понравилась Все Всем спасибо До свидания Всем привет Добро пожаловать Добро пожаловать На тест-драйв Сегодня мы Ездим На автомобиле Мицидиси Паджеро Спорт Так, это у нас Одна из самых стартовых комплектаций Да? Самая стартовая То есть это вот Самая минимальная Там, да? То есть Которая можно Ну, руль видно Что из пластмасса Да? То есть А, так Мощность у нас 178 Объем 2,5 То есть Такой же Как на L200 Но мощнее Да Так У нас оборота Сейчас еще 1100 Нам можно ехать Или пока нет Что это стоит У нас механическая коробка Механическая коробка Суперселект Да? То есть В принципе Настоящий набор Настоящего внедорожника Что еще нужно? Мощный дизель Механика И Суперселект У нас пока Не прогрелся Он шумноватый Все-таки Дизель Но мы высоко сидим Мы сидим Даже, мне кажется Выше, чем в Паджеро Мне кажется Чуть повыше, да? По конструкции В принципе Такой же L200 Так Пару надо включить На той же платформе Автомобиль создан Не, ну Реально высоко сидим У нас очень Удобный рычаг К руке Сейчас едем На холостых Газ даже не нажимаю И чувствуется Такая Тракторная тяга То есть На низах Ну, все-таки Дизель Аккуратно Так Ну-ка, дай бабушку Пропустим Проходите Продолжаем Так, у нас Значит Что здесь В минимальной Комплектации есть? Ну, начнем Если брать Подножки 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 уже в базе, да? Да Рейлинги на крыше Противотуманный фар Туманки Туманки, то есть Тоже уже заводские Все уже есть Китые Есть 16 Так Сколько она сейчас Вот прямо Стоит Миллион 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 В принципе Цена Паркетника Такого Полноприлодного То есть У нас Мазда Цик 7 Получается Потом Тигуан Да Аутлендер Ну, это же Конкурентная Получается Машина То есть По теории Он должен Потребителей Аутлендера У вас Вбивать Так Происходит Ну, на первой Передаче Мы плетемся Она такая У нас Первая Короткая Передача Все-таки То есть Она Для трогания В горку Я так думаю Очень удобная Механика То есть Четкие ходы Очень удобно За рулем И хорошая Обзорность То есть Именно машина Сама такая Немножко узковатая Но у нас Вот боковые зеркала Просто огромные Да, на ней И мы видим Капот целиком То есть Габариты Мы чувствуем Тут такие у нас Выштамповки Есть впереди Мы машину Чувствуем Целиком На второй Передаче В принципе Трогается Очень легко Сейчас Есть небольшая Вибрация На рычаге От дизеля Но я думаю Что когда Прогреется У нас В принципе Вопрос Мы сами Мы сами Можем Да Сами Придите Облаке Вставу С левой стороны С кнопочкой На нем Просто долго Есть Нельзя И скорость До 40 км Включат Не Ну автомобиль Ну автомобиль Конечно Высокий Очень Высокий Вот Поражает Высота Посадки По материалам Тысяча оборотов 40 км В час Я нажимаю Уверен Очень разгоняет Какой средний расход Примерно Вот здесь На данный момент Зимой 12 С половиной С прогревами Получается Да 12 9 Вот так Не Удобно При том Потому что машина Не обкатанная Еще Да То есть Первые две Хотел я отметить Передачи Короткие А остальные То есть Вас не заставят Особо Работать Рычагом Потому что Они Длинные И За счет Того Что дизель Очень тяговит То есть Можно По городу В принципе В таком Легком Трафике Можно Ездить Например На четвертой Передаче Или на третьей Спокойно То есть Двигатель Тяговитый Конечно Чувствуется Вот такому Моменту В принципе Такое же Как и на L200 Зарекомендовавшаяся Надежная Конструкция У нас Рама Рама Тоже Естественно Свои небольшие Повадки В автомобиле Поведение Она все таки Будет давать Не получится Добиться Такой Управляемости Как не на Рамных Автомобилях С несущим Кузовом Но Рама Это безопасность Да То есть В любом случае При столкновении Вот Если вы Как-то Ради интереса Посмотрите Авария Рамные Внедорожники Все таки Сложно При боковых При боковых Даже До при передних Сложно Раму просто Согнуть Если мы Например Говорим С несущим Кузовом Все таки Безопасность Не та И Все таки Всегда При столкновении Меньше Повреждения Получает Автомобиль С большей Массой И поэтому Почему мне нравится Рама Все таки Ощущение Безопасности Я думаю Что безопасность Это один из самых Важных Показателей В автомобиле Помимо всего Остального Именно То что Рама Все таки Несмотря на то Что ее снимают С производства То есть Делают Как бы Вот такое Вот На Туареге Например Пишут Что там Интегрированная Рама Но это не Интегрированная Рама Это просто Усиленная Лонжерона То есть Нельзя сказать Что это рама Потому что Центр тяжести А все таки Настоящие Рамные Днедорожники Ну получше Получается В принципе Что да Они не управляют Валки В прямом случае Они тяжелые Из-за этого У нас расход Управляемость Но с точки зрения Безопасности Все таки Рама Она Все таки Решает Потому что Это такой Кусок железа Который Может сохранить Вам жизнь Сколько раз Видел Крузаки Которые На полном ходу Врезали Столб Шевролетах Они просто Сносят Эти столбы То есть Деформация Автомобиля Не дальше Рама Происходит В основном Вот Или например Вот вы едете И там Камаз У вас Въезжает То есть Он никогда Вас не подомнет То есть Рама Всегда Вылетит Из-под удара И вылетите Сколько раз Видел аварий А если вы едете Например На легковушке Там Просто Умнется Кузов И вот Целиком Уход Поэтому С точки зрения Безопасности Рама Очень нравится И в принципе Дополнительная Жесткость Кузова На бездорожье Никогда Не мешало Даже Сейчас В принципе Да Под жиром Что-то Слышал Что Неравный Будет Да Следующий Спорт Да Его Хотят Делать Неравный Но Это Будет Через Два Три Ну Вот Единственное Небезопасный Автомобиль Рамный Это У вас Вот У вас Он Слетает Срама Представляете Как Можно Сделать Машину Чтобы Приударился Кузов Слетался Рама Вот Это Конечно Небезопасно Это Только В России Могли Такое Сделать Тут Сократили Путь Значит Доехали Мы Доехали Мы До Трассы Сейчас Попробуем Как Автомобиль У нас Ведет Все На Л200 Не так Ну Л200 Конечно Такой Мощный Но Он Очень Бодрый Вот Вроде Тоже Рамный Дорожник Даже У вас Уаз Патриот Ну Все Классно Большой Ну Вот Мы Едем По Трассе Но У нас Здесь Человеческое Рулевое Управление У нас Нормальная Коробка Втыкается Я Люблю Уаз Да Честно Но Конечно Это Машина Дорожная По Разу Но Неужели Нельзя Сделать Чтобы Она Так Нормально По Трассе Рулевое Да То есть Не Более 2 Руля Ну Смотрите Как Четко Машина Едет Какое Ускорение Мощность Здесь 170 Лучше Ну Как Она Тянет Она Тащит Тащит Просто Смотрите Дикость Это На полном Приводе Это Да На полном Приводе Еру Ну Здесь В отличие От Других Трансмиссий У нас В принципе Суперсек Позволяет Вот таких 100 Спокойно То есть На полном И управляемость У нас Не пострадает Так как У нас Дифференциал Существует Тормоза В принципе Тоже Система Вот сейчас Мы оттормозили Система Стабилизации То есть АБС Она Не вмешивалась То есть Никак Все таки Уаза Не хватает Вот этого Какого-то Вот Я не знаю Что-то Доделать В мелочах Вроде бы Вот Все Большой Но Вот я вот Как раз Недавно Ездил на Патриоте Ну вот Просто Вот Как-то Даже Тот же Рычаг Ну вот Просто Рука Удобно С подлокотника Дотягивается Да элементарно Как бы До ручки КПП Ну просто Удобно ехать Удобный Обзор Да То есть И Даже Автомобиль Не такой Большой Но Вот едем Классическая Русская Дорога Проселочная Не Мне Автомобиль Нравится У нас Несмотря на то Что сейчас Мы едем На ней Таких мелких Все-таки Вибрация Передается Потому что Все-таки Рамная Конструкция Такая Мелкая Дрожь Дороги Все-таки Мы сейчас Едем Она Передается Продолжение следует Продолжение следует